Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вопросы взаимодействия органов государственной власти Карачева-Черкесии с военным комиссариатом республики обсудили сегодня. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, вице-адмирал Владимир Цемлянский, в частности, подвели итоги весеннего призыва на срочную службу. Владимир Цемлянский отметил, что Карачева-Черкесия традиционно выполняет обозначенный план по призыву, а военнослужащие-срочники отличаются дисциплиной, ответственностью и крепким духом защитников Отечества. Наша задача – служить и защищать. Жителя Улапсы Шабазинского района Руслан Чикатуев с осени 2022 года доблестно несет службу, выполняя задачи специальной военной операции. Недавно наш земляк за мужество и отвагу был награжден медалью Суворова. Сейчас Руслан проходит реабилитацию после лечения и собирается продолжить службу. О боевом пути разведчика Чикатуева подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Только в армии я ощутил, что такое воинское братство, так как каждый из нас един в выполнении боевых задач и защиты нашего Отечества, отмечает участник специальной военной операции Руслан Чикатуев. Он был призван на службу по мобилизации осень 2022 года. Попал в разведку, где продемонстрировал мужество и стойкость в отражении многочисленных атак противника. Наша задача – помочь российским войскам в продвижении вперед. И поэтому от каждого зависит выполнение поставленных задач. Их наступление, наша оборона и какая-то стычка происходит один день. Пусть она не решает исход масштабный. За проявленную отвагу и мужество Руслан Чикатуев был награжден медалью Суворова. Выполняя очередную боевую задачу, он получил множественное осколочное ранение правой ноги. Несмотря на боль, я всеми силами старался не оставлять занятую нами позицию, вспоминает Руслан. Сейчас участник СВО проходит реабилитацию и восстановление. Проходим реабилитацию. У нас доктора с пониманием, со всем сознанием дела к этому относятся. То есть проходим проверки, в динамике сравнивают, улучшения, ухудшения, нервные окончания, соединения. Как чувствуешь, так ходишь, как, что, как. Я, например, выехал оттуда, вода вообще ногой управлять не мог. Потом на хостелях, потом с палочкой. Сейчас, как бы, ну, прихрамывая, да, там, если, ну, как выразиться, да, неосторожно, там, ногой как-то попользоваться, я, ну, могу там ощутить какой-то дискомфорт, там, или еще как-то что-то. Ну, уже, можно сказать, все хорошо. В период прохождения службы мы не только старались выполнять все поставленные боевые задачи, но и помогали местным жителям, которые часто нуждались в помощи. Каждый из нас потрет своей страны, и мы должны показать себя, как настоящие защитники, признается Руслан Чкатуев. Бывало, да, там, встретим, да, местных жителей, да, каких-то, ну, увидели, да, там, как они, ну, чего-то там, ну, в чем-то нуждаются, да, там, даже в дальнейших встречках, да, вот мы и их уже защищали, да, как своих, да, вот, то есть, как бы, ну, надо, старались всем помогать всегда. Нужно быстрее восстановиться и вернуться, чтобы оказать поддержку нашим бойцам, подытожил разведчик Руслан Чкатуев. Алихан Лепшоков, Михаак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Завтра день сотрудника органов следствия Российской Федерации. Следственный комитет – это один из участников правоохранительной системы страны, в компетенции которого находится расследование наиболее сложных преступлений. О результатах работы Следственного комитета по Карачаево-Черкесии, каков процент раскрываемости, борьба с коррупцией и самых резонансных делах. В эксклюзивном интервью программе Вести рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Николай Щепкин. Сейчас по уголовному делу установлено, что фигуранты планировали совершение террористических актов, дальнейшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, органов власти с целью завладения оружием и терроризирования населения республики. Для расследования уголовного дела создана следственная оперативная группа из числа наиболее опытных следователей Следственного управления и оперативных сотрудников органов МВД и ФСБ региональных. Расширенное интервью руководителя Следственного комитета Республики Николая Щепкина смотрите завтра на телеканале «Россия-24» в 17.30. К другим темам. В Черкесске стартовало анонсированное ранее благоустройство территории вокруг малого пруда парка «Зелёный остров». За процессом преображения популярного у людей места отдыха наблюдал корреспондент Артур Мкце. На протяжении многих десятилетий эта территория пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей Черкеска. Глядя на пустующую прибрежную зону, даже не верится, что в былые времена здесь местечко свободного невозможно было найти. Победа в конкурсе «Малые города России» наверняка вернёт привлекательность в зоне отдыха вокруг малого пруда в парке «Зелёный остров». Планок здесь на шести гектаров произвести следующие виды работ. Будут устроены пешеходные дорожки, будет игровочный парк планироваться для детей, детская игровая тропа, установка спортивных тренажёров, такая воркаут-зона. Проектом запланировано немало интересного, в том числе точки общепита, пункт проката различного инвентаря, светодиодное освещение по всей территории. Подрядная организация имеет за плечами успешный опыт реализации самых сложных дизайнерских решений. Среди них каскадная лестница в парке «Зелёный остров», фонтанная композиция в парке «Столетие Карачао-Черкесии» и многое другое. Чуть больше года назад разработчики проекта, общественники и представители мэрии Черкеска обсуждали обустройство лестницы со стороны улицы Розы-Люксембург, что позволило бы разгрузить основной вход в парк, а также создать удобство для маломобильных граждан. Неудобно ходить по такой лестнице, надо бы отремонтировать, было бы хорошо. Мы очень рады благоустройству территории Малого пруда. Это увеличит зону отдыха горожан, гостей республики, жителей республики. Но есть такой вопрос, это спуск в районе Розы-Люксембург, улицы вниз, как раз к Малому пруду. Поступало в Народный фронт очень много обращений, в том числе от инвалидов. Мы все знаем, что там лестница в ненормативном состоянии, аварийные деревья рядом, через протоку лежит какая-то плита малой ширины и беспоручней. По словам общественников, ранее с мэрией Черкеска была достигнута договоренность о том, что в процессе благоустройства Малого пруда будет приведен в порядок и этот спуск. Улица Розы-Люксембург, с нее есть спуск на территорию Малого пруда, на территорию вообще Зеленого острова. Планируется ли благоустройство и этого участка? Планируется благоустройство и этого участка тоже. Есть дизайн проекта лестницы, там будут смотровые площадки обустроены, освещение, зоны отдыха. Человек может поднимать, допустим, наладочные сессии, потому что пользуются люди пожилого возраста. Проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов. Планируемый срок завершения работ – первая половина 2025 года. Артур Мхцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкисия. Ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов. Завершаются археологические раскопки в поселке Нижний Архиз, проводимые Качагу имени Умара Лива, совместно с учеными и студентами московских вузов. Главным объектом исследований был средний храм X века и окружающий его некрополь. Что выявили археологи, смотрите в материале Мадина Каракетовой. Студент образовательной программы «История» факультета гуманитарных наук высшей школы экономики города Москвы Виктор Растворов приезжает в Карачаево-Черкесию в составе археологической экспедиции уже в третий раз. Для него археологический раскопка – это реальная возможность прикоснуться к истории и науке и внести свой личный вклад. Мы сами копаем ту историю, которая еще не написана, но вот нашими руками она делается. И в Карачаево-Черкесии мне очень нравится. И прекрасная здесь природа, и прекрасные традиции, прекрасные люди. С нашими коллегами из Качагу, даже друзьями уже, можно сказать, мы общаемся в течение года. И вот у нас жизнь делится от архиза до архиза. В эту экспедицию вошли ученые из студента московских вузов. Археологам предстоит исследовать три объекта – комплекс построек на Митрополичьей горе, средний храм X века и окружающий его Некрополь, и южный храм, у северо-западной стены которого заложен раскоп. До сегодняшнего дня археологические исследования этого объекта не проводились, и мы первые, кто этим занялся, рассказывает руководитель экспедиции, директор археологического музея Карачаево-Черкесского госуниверситета Ахмат Айбазов. Мы знаем, что здесь была пристройка трапеза XIX века, которая построена монахами. Верхняя часть, конечно, утрачена, но мы вышли на фундамент, который находится под слоем земли. Но абсолютно случайно. Всегда считали, что это приусадебный такой храм, небольшой, размерами 6 на 8. Но оказалось, что вот у него есть тоже небольшой могильник. У стен наткнулись на несколько погребений. Одно из погребений, рассказывает Ахмат Айбазов, вероятнее всего, женское. А второе, также сооруженное в каменном ящике, парное, предположительно, останки мужчины и женщины, похороненных вместе. Они сооружены по христианскому обряду XI века, безинвентарные. То есть даже нательных крестиков на них нет. То есть они пустые. Процесс перехода от язычества в христианство был непростым, и парное захоронение, возможно, было связано еще с остатками язычества, считают археологи. Участие в данной экспедиции студенты считают не только увлекательным, но и очень полезным. Ведь у них есть уникальная возможность не только почувствовать себя настоящими археологами, но и пообщаться с ведущими специалистами в области археологии, архитектуры и фотограмметрии. Очень интересно прикоснуться к этому впервые, увидеть, как его впервые измеряют, посмотреть на его фундамент, посмотреть на погребения, которые были возле него, на какой-то минимальной инвентаре, пускай он там костяные бусины, но все же. Это очень здорово всегда. И очень большой опыт, потому что я работаю с Ахматом Юсуфовичем на Южном храме. И бесценный действительно опыт по всяким археологическим процессам. Для студентов также организованы увлекательные лекции, посвященные Аланам, архитектуре и культуре Кавказа и влияние на неё Греции и Грузии. Расскажут о мегалитах, дольменах мира и Западного Кавказа, древней игре вальчики, которая до сих пор сохранилась у карачаевцев, и ещё о многом другом. Раскопки на этой территории, они совместные и проводятся вместе с Институтом археологии, Академии наук, Институтом востоковедения, Академии наук, Высшей школы экономики Москвы и Карачаево-Черкесским государственным университетом. И они проводятся с 2018 года на регулярной основе, совместно с практиками исторического факультета Высшей школы экономики и Карачаево-Черкесского государственного университета. Эти раскопки только начало в планах исследований всей территории древнего архейского городища. А мы очень надеемся, что это мощное межвузовское взаимодействие будет долгим и плодотворным, говорит Ахмат Айбазов, Мадина Карекетова, Ольга Савенко, Ринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный, ливни в сочетании с грозой, градом с сильным ветром до 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер восточный 5-10, порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, а днём 24-29 градусов тепла и местами до плюс 20. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14, температура ночью 14-16, днём 27-29 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. В Черкесске организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг косметологическим салонам и нарушения прав клиентов. Следственными органами по Карачаю Черкесской Республике организована процессуальная проверка по факту нарушения тайны личной жизни и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших причинение вреда здоровью местной жительницы. По предварительным данным, в июле текущего года в одном из процедурных кабинетов косметологического салона клиентка получила травматические повреждения при падении, в результате чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Также выяснилось, что в помещении салона были установлены скрытые видеокамеры, осуществляющие запись оказания услуг клиентам. По данному факту, следователями Следственного комитета проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи отдела МВД России по городу Черкесску совместно с психологом провели профилактическую беседу с коллективом Главного бюро медико-социальной экспертизы. Главная цель подобных встреч – предупредить как можно больше людей об уловках мошенников. Ведь профилактика по-прежнему остаётся главным методом борьбы с дистанционным обманом. Следователи рассказали о наиболее распространённых схемах, которые используют мошенники, чтобы завладеть имуществом граждан. А также о том, как не попасться на уловки аферистов. Привели конкретные примеры, когда граждане, поверив неизвестным лицам, лишили своих сбережений. В ауле Верхняя Тиберда Карачаевского района прошёл велопробег «Здоровая семья». Маршрут проходил от Северного приюта до аула Верхняя Тиберда. В велопробеге участвовало около 150 человек, большинство из которых – представители юного поколения. Он проходил по инициативе администрации Верхне-Тибердинского сельского поселения. Все участники успешно преодолели дистанцию протяжённостью 42 километра. Получили заряд бодрости и хорошего настроения. Мероприятие проходило в рамках года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Воспитание подрастающего поколения является самым важным, самым приоритетным задачей администрации Верхне-Тибердинского сельского поселения. Дети – наше будущее, наша опора, наша гордость. Сегодня мы должны сделать всё, зависящее от нас, чтобы наши дети были здоровыми, сильными, целествуемыми, чувствовали заботу и уважение к себе, росли счастливыми и в будущем радовали нас. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Морячика». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова